Мотосезон даёт о себе знать. С наступлением тёплого времени года на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. Для того, чтобы предотвратить аварии на дорогах, сотрудники отдела сами сели на двухколёсный транспорт и выехали на рейд. Каждое утро сотрудников ГИБДД начинается с развода инструктажа. Старший инспектор дежурный доводит до сведения коллег оперативную информацию. Также на общем собрании определяется порядок расстановки сил на рабочий день. В весенне-летний период особое внимание уделяется мотоциклистам. На территории обслуживания участились случаи ДТП с их участием. На патрулирование улиц выезжает полицейский мотовзвод. Сначала инспекторы ДПС работают на самых оживлённых участках, останавливают мотоциклистов с целью проверки документов. А на тех, кто нарушает правила дорожного движения, составляют административный протокол. Здравствуйте, инспектор ДПС, лейтенант полиции. Водитель мототранспорта признался, опаздывал на работу, поэтому нарушил правила и выехал на встречную полосу. Поспешил, пренебрёг требованиям правил дорожного движения, о чём, сожалею, впредь так больше делать не буду. А другой мотоциклист двигался между рядами по разделительной полосе. Требования сотрудников ГАИ остановиться лихач проигнорировал. Второй инспектор начал преследование. Уехать далеко нарушителю не удалось. За то, что вы не выполнили требования об остановке, будьте привлечены к административной ответственности. Материал будет направлен для рассмотрения начальнику ГАИ. Понятно, да? Пойдёмте. С начала мотосезона практически ежедневно с участием водителей двухколёсного транспорта происходит ДТП. В этом году уже шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Трое из них – подростки. К сожалению, родители ещё не всегда понимают ту степень ответственности, которая наступает, да, если несовершеннолетний сядет на скутер, да, то есть несовершеннолетний сам не может купить себе, приобрести скутер. Естественно, родители ему его приобретают и дают возможность на нём кататься. Такую возможность покататься дали и 13-летнему Максиму. Инспекторы ДПС остановили его в деревне Матюково во время патрулирования СНТ и дачных участков. По требованию сотрудников мальчик позвонил отцу и, сообщив о своём местонахождении, попросил его прийти. Во время разговора с представителем ГИБДД папа-подростка признался, что сделал такой подарок сыну за хорошую учёбу в школе. Только запретил ему кататься на проезжей части. Но тем не менее, я вас предупреждаю, что за данное правонарушение, так как ему нет ещё возраста, который он может сам отвечать за себя. Материал на вас составим по 5.35 и, знаете, за статья. Эта статья предусматривает 500 рублей штрафа комиссии по делам несовершеннолетних. Для того, чтобы и папа, и сын не забывали об опасности поездок на скутерах, инспекторы госавтоинспекции подарили им плакат, напоминающий об этом. А подобные рейды сотрудники ведомства будут проводить до завершения мотосезона. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.